Можно ли мусульманину брать кредит? Вопрос жизни-смерти. Есть два способа, когда вы можете использовать этот банк, для того, чтобы накопить капитал. Да, Влад, а вы кредит используете или нет? Я брал кредиты. Как можно честным путем, халал можно зарабатывать? Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши зрители. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал. Дорогие мои, ставьте лайк под нашим рубриком, рекомендуйте своим знакомым, друзьям, кому они помогают, кто нуждается. Я хочу сказать, часто ко мне приходит вопрос такой, можно ли мусульманину брать кредит? Или можно ли мусульманину вложить деньги в депозит? Дорогие мои, хочу ответить несколько на это. Мы мусульмане, я мусульманин, деньги давать под процент, или брать кредит нам запрещено. По какой причине? По той причине, что это нефиксированный долг. Если вы берете кредит, и вы попадаете в трудности, и не можете оплачивать кредит, это, соответственно, могут что? Расти. Долговая яма может увеличиваться, могут расти и так далее бесконечно. Поэтому в связи с этим запрещено. Это первое. Во-вторых, банк участвует в прибыли с вами, то есть зарабатывает порой, и вы не зарабатываете иногда. То есть, если, скажем, с вами партнер, или участник в доходе, партнер, но в потере не учитывает, тогда это уже запрещено. Но исламская, в принципе, она по-другому. То есть, с вами должен быть партнер, который и в прибыли, и в потере участвует. Вот такое, дорогие мои. Теперь, надо ли брать кредит или нет? Дорогие мои, я пошагово буду объяснить. Первое. Старайтесь никогда не брать кредит. Если вы берете кредит, это надо понимать, когда брать, сколько брать и как брать. Это очень сложная система. Не каждому человеку дано это понимать, поэтому я рекомендую желательно не брать кредит. Уловили, да? Первое, что я рекомендую вам, просто не брать кредит. Часто меня спрашивают, а можно брать кредит и начинать бизнес? Дорогие мои, стартаперам тем более нельзя. Если вы стартап, только-только начинайте бизнес, в ником случае не берите кредит. Потому что вы не знаете, это бизнес пойдет и не пойдет. Часто люди делят такую большую ошибку. Приходят ко мне, они говорят, я начинал бизнес, брал кредит и делал бизнес. Иногда им не дают. Вообще банки очень умные. Они не дадут вам, если вы только начинающий бизнес. Но кредит не дадут вам. Но есть кредиты, которые без залога, без утверждения дохода, небольшие суммы и так далее. Некоторые умудряют на имя несколько человек брат, друг, муж, жена, родственник, еще кого-то, кого-то, берут на несколько человек кредит и пытаются делать бизнес, а потом не получается. Мой совет к вам, никогда не начинайте бизнес деньгами, которые вы брали долг или в кредит брали. Почему? Потому что вы не знаете, это бизнес пойдет или не пойдет. Теперь, если вы хотите заниматься бизнесом, но у вас не хватает деньги, вот мой совет к вам. Найдите партнера, найдите инвестора. Я скажу, в какой момент вам нужно это делать. И то, в начале, в никаком случае не делайте этого, в начале. Даже если у вас есть крутая идея или очень хорошая идея и так далее, не начинайте бизнес с долгами. Желательно это не делать. Первый свой бизнес всегда делайте, пожалуйста, своими деньгами. Научитесь, пожалуйста, немножко накопить деньги. Научитесь, пожалуйста, немножко сохранить деньги, чтобы у вас формировался финансовый интеллект, управление денег. Вы должны научиться управлять расходами, управлять деньгами. Только тогда начинайте бизнес. Потому что, если вы берете деньги от кого-то и начинете делять бизнес, но у вас нету способности сохранения денег, у вас нету способности принести прибыл в этой организации, вы все потеряете. У вас будет только одно, у вас будут только долги и проблемы. Больше ничего не будет. Поэтому не начинайте бизнес с долгами. Лучше накопите немножко небольшой капитал, а потом делайте бизнес. А если хотите, что потом, когда бизнес растет до определенного уровня и не хватает вашей финансы, вот только тогда привлекайте партнеров. Это помогает вам, чтобы вы не попали в долговая яма. Когда вы берете партнера, вы дайте ему доли от прибыла. Не бойтесь показать ему прозрачные отчетности и так далее. Это намного вам помогает. В свое время я так и делал. В свое время я мало средний партнер, я имел 29 партнеров, когда попал в долгах и так далее, чтобы избавиться из этого всем. Это очень важно. Очень важно уметь работать с людьми. Дальше. Какие случаи вообще можно брать кредит? Если у вас такая ситуация, что, например, скажем, есть какая-то срочная операция или есть какая-то необходимая ситуация попала у вас, ну, такого уровня, вопрос жизни-смерти. Вопрос жизни-смерти, и вы не могли найти деньги и так далее, только тогда берите долг или берите кредит. А в других случаях никогда не берите кредит или долги. Вот мой совет к вам. А почему? Потому что, когда ты вынужден, даже недозволение становится дозволенным, если ты очень сильно вынужден. Поэтому и то, когда вы берете, не повторите это, постарайтесь побыстрее его закончить, вернуть отдать. Но никогда не берите потребительские кредиты, машины покупать, техники покупать, квартиры ремонт делать, свадьба делать. Никогда не делите потребительские кредиты. Это просто долговая яма. Вы загоняет вас кучу долгов и так далее. Теперь, деньги, депозиты сохранить можно или нет? Дорогие мои, если вы деньги вкладываете в банк, в банке вы быстрее накопите капиталь, чем дома. Почему? Потому что, когда дома деньги у вас под рукой, их все равно потратите. Деньги, когда вы в банке накопите, вы быстрее накопите. Это всегда так. В большинстве случаев это так. Потому что деньги подальше от вас, соответственно, не под рукой. Соответственно, есть такая народная мудрость, чем дальше положишь и ближе заберешь. Вот такая поговорка есть. Это означает, что когда вы положите в банк, вы быстрее накопите там, чем дома. Потому что дома знает ваша жена, дома знает, у вас море родственников, у вас свои личные проблемы. И появляются день за днем, один за другим, разные проблемы, и вы все равно потратите эти деньги. Поэтому лучше накопите в банке. Но поскольку мы мусульмане, процентный бренд нам нельзя. Есть два способа, когда вы можете использовать этот банк. Для того, чтобы накопить капитал. Первое. Открывайте банковскую ячейку. Накопите туда банковские ячейки. Если вы открываете банковские ячейки и накопите деньги в банковские ячейки, это очень вам помогает. То есть, получается, что вы немножко деньги отдадите банку за то, что вы храните свои деньги там. Как камера хранения. Ключи будут у вас. Деньги никуда не денется. Банк их не использует. Это очень надежно. Это надежно, что хранит ваши деньги. Второе, это надежно, что в любой момент вы можете пойти банка, забирать свои деньги, они никто их не трогает, банк их не использует. Вторая вещь, если вы все-таки открывали счет накопительный и положили туда, и на депозит, и туда банк начал причислять проценты и так далее, вот эти проценты, которые причисляют вам, вы можете их брать, но не использовать на себя. Дайте каким-то нуждающимся людям. В нашем обществе нуждающихся людей очень много, их вот так хватает. Дайте им, дайте чьи-то образования, дайте каким-то срочным операциям, каким-то бедным людям и так далее. Для вас это не будет благо, скажем, для того человека решается какая-то проблема. Поэтому, если вы действительно мусульманин, вы можете эти проценты не брать на себя и так далее. Это очень хорошо, дорогие мои, это вам очень хорошо поможет. Следующий важный вопрос. Иногда меня задают вопросы такого рода, да Влад, а вы кредит используете или нет? Дорогие мои, в свое время, когда я был в долгах 174 человека и так далее, я брал кредиты. Я сначала партнеров подтянул и сделал небольшие бизнесы с ребятами партнерства. И от прибыли свою доля. С кем-то я был партнером, например, на 50%, с кем-то на 70-30%, с кем-то было наоборот. Скажем, 30% было мое, 70% было его. Были такие моменты в самом начале. Потом было, когда у меня бизнесы все пошли, я меньше нуждался деньгами. Было наоборот, 70% на 30%. А доля своего прибыли я постепенно-постепенно отдавал частично людям, которые я был должен и так далее. Но иногда некоторые, они приходили, давили на меня, приходили, угрожали меня. И то финполицию давали, кое-кембе давали, то рекатеров таскали и так далее. И тогда, что я делал? Когда уже бизнесы появились, чтобы избавиться из этих людей, потому что они не дают работать. Они звонят, они угрожают и так далее. И тогда, что делал? Я уже показал эти бизнесы, которые я построил с разными партнерами, банку. Банк подтверждал мой доход. И я находил залог у других своих друзей, знакомых и так далее. Брал кредиты и погасил всех этих людей. Частями побыстрее закрыли, а потом банк у меня было легче закрыть. Так было мне проще в тот момент, потому что эти люди не давали работать. Банк не придет вас, не давит на вас, если вы в свое время оплачиваете его. Поэтому, когда вы венужены в таком положении, я использовал, я так и делал. Теперь, еще иногда мне задают такой вопрос. Наставник, вот есть человек, который он держит игровые автоматики, или он продает водку, и он держит магазин виноводочный и так далее. Вот у него есть деньги, или он продает сперть и так далее. То есть, одним словом, он продает то, что источники его деньги накоплены из харам, и так далее, и так далее. Как быть, с ним можно быть партнером или нет? Они так говорят. Вот мое мнение, дорогие мои. Я раньше думал так. В никаком случае с такими людьми не надо быть партнером, в никаком случае таких людей не надо помогать, и так далее. Я раньше так и думал. Но со временем, когда у меня появилась больше мудрости, и так далее, я понял. Наоборот, если вы видите, что человек виноводочный отдел держит, и так далее, он продает водку, и так далее, и он вам говорит, у меня есть немножко денег, я хочу делать какой-то бизнес, вы лучше берите его с собой партнером, лучше берите его деньги с собой, и вместе делайте бизнес, покажите ему, как можно честным путем халал можно зарабатывать. Например, люди, которые игровые автоматы держат, букмекеры, конторы держат, водку продают, и так далее, сигареты, и так далее. Если кто-то из них попадает к вам, даже казино держит, и вам говорят, у меня есть деньги, и я ищу какие-то способы, что надо делать, обязательно брите этих людей себе партнером. Покажите им, как можно халал зарабатывать. И со временем, когда эти люди видят, что можно заниматься полезным бизнесом, полезным бизнесом, и эти деньги можно зарабатывать, они потихонечку придут к этому. Я многих людей показал так. И неважно, в этом плане у вас религия, ислам или христианство, или другое. Я читаю, что все то, что вредит обществу, лучше это не делать. Все то, что вредит обществу, не надо на него делать бизнес и распространять его. Лучше бы от этого потихонечку, потихонечку прийти к тому, что принесет пользу нашему обществу. Пально же другие направления, где можно принести пользу и зарабатывать нормально, неплохо. Поэтому вот я рекомендую так. Некоторые мне задают вопрос, наставник, я ходил в ваш ресторан, в вашем ресторане продавали водка. Да, я держал ресторан. Сейчас я в дальний момент веду переговоры о продаже ресторан. Я держал ресторан. Как я держал ресторан? У меня есть партнер, который пришел ко мне и предлагал, чтобы я инвестировал, чтобы мы вместе купили ресторан. Я инвестировал в его ресторан. Я обычно так и делаю. Я инвестировал в ресторан, 50% ресторана принадлежит мне. Первый год, когда начали работать, когда 2-3 месяца они пытались работать и так далее, я смотрю, он поставил туда виноводку и так далее. Я очень уважаю своего партнера. Я один раз ему объяснил, два раза объяснил, три раза объяснил, пять раз объяснил. Я понял, что он убежден, что часть дохода ресторана – это спиртное. Я тогда просто не стал с ним спорить, потому что он мой близкий друг. Я ему просто по-другому объяснил. Я сказал, хорошо, давайте энное время поработаешь, и ты видишь результат. И когда энное время работали, полгода были, я не помню, я первые два года ни копейка прибыль не брал из ресторана. По какой причине? Потому что я знал, что он спиртное там продает. Потому что мне нельзя. Это мои принципы жизни. Теперь внимание, потому что я мусульман, я не хочу вычеркнуть то, что с восьми лет читаю Коран, с двенадцать лет читаю молитвы. Понимаете? Я пятикратно намаз читаю с двенадцать лет. Я никогда не пью, не курю и так далее. Поэтому я что делал? Я сказал, хорошо, давай попробую. Надо было уступить, чтобы посмотреть. И где-то полгода были, или год, по-моему, продавали. Потом я вспомню, что я отчеты поднимал, посмотрел. В какой-то отчете было 8% от прихода спиртной, в каком-то отчете было 13% от прихода от спиртной. Я сказал, видишь, если эти 13% людей, скажем, продавалось, то есть 13% людей пришли, заказали спиртное, но возможно, возможно, что то же самое спиртное, может быть, 30%, может быть, 50% людей отталкивал от нашего ресторана. Я это правильно объяснил. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Мой партнер пришел, какие-то понимали, и постепенно убрал все это спиртное и так далее. И в связи с тем, что это оказалось так, все равно, что это связано с спиртным и так далее. Первые два года я ни копейки не прибыли, даже не участвовал, не брал. Поэтому, ну, я так придерживаю такое правило, что нужно делать бизнес, который принесет пользу. Вот, вы задаете мне такие вопросы, часто о том, что о кредитах, о депозитах, о гараме и так далее. Я думаю, что если вы размышляете на том, то, что я объяснял, выделяйте выводы свои. Глубоко размышляйте то, что сейчас я говорил, и вы поймете. Привезу один кейс. Моя ученица, они из города Джалалабад, с мужем. Они 13 лет держали виноводочный отдел. Они приходили ко мне на тренинг и сказали, мы держим виноводочный отдел. Вы можете нас брать на ученики? Я сказал, конечно. Я брал, это был 2012 год. Я брал, их обучал, потихонечку обучал. Они год работали, продолжали так. Через год я помогал им, научил их, как построить большой магазин, свой супермаркет. Первые годы они в этом магазине тоже, или первые полгода спиртной тоже продавали. Там был отдел виноводочный. Но потом потихонечку, потихонечку, они пришли к пониманию. Сейчас они все сами читают намазы, убрали все эти виноводочки и так далее. И без них тоже прибыль нормальная. И они меня поняли. Уже 5 лет, 6 лет они торгуют. Может быть, 5 лет или 6 лет. Но там нету никаких виноводок и так далее. Но нормально продают. Хотя, если вы зайдете в любой супермаркет, там обязательно есть виноводочный отдел. И оказалось, что и без этого тоже можно нормальный, прибыльный бизнес делать, дорогие мои. Видите? Поэтому нужно, чтобы пошагово, поэтапно все делать и вести. Я изучаю шариат с 12 лет. Я каждый день читаю один час Коран. Я почитаю и на русском, и на арабском и так далее. Я очень много изучал этих направлений. И теперь, но я не религиозный учитель. Я не хочу, чтобы люди думали обо мне, чтобы как будто Давлатов является религиозным учителем. Нет. Я специалист по человеку. Очень хочу, чтобы просто мусульмане понимали, и вообще все люди. Я служу всем людям. И не только мусульманам. Поэтому я обучаю так, как есть, для того, чтобы любой человек мог себя найти в жизни. Дорогие мои, всегда старайтесь кушать только дозволенные. Откажитесь от недозволения. Тогда вы просветаете. Делайте то, что гарантирует Всевышний. Я желаю вам успехов. Ставьте, пожалуйста, лайк под нашу публику. Рекомендуйте своим знакомым, друзьям. Кому вы считаете, что это принесет пользу. А если у вас в долгах или кредитах, постарайтесь избавиться от них побыстрее. Отдавая долги, вы можете увеличивать свои способности десятикратно, как заработать больше. Посмотрите на слева видео или справа. Нажимайте туда. Продолжайте свою степочку образования. Развивайте себя. Когда вы учитесь, вы обновляетесь. Когда вы обновляетесь, вы приближаетесь к Богу. Когда вы приближаетесь к Всевышнему, к Аллаху, тогда вы становитесь могущественным человеком. Ваши знания помогают вам. И в ваших делах есть брака и удача. Дорогие мои, будут ролики. Продолжайте посмотреть все наши рубрики. Будут ролики, где я буду рассказывать, как я вышел из столько долгов. Я пошагово показываю, как я избавился от огромных количеств долгов. Около 3 миллиона долларов. И вы поймете, что надо делать, что у вас не были долги. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин